Всем привет, дорогие друзья! С вами Блудлинус и сегодня мы дальше проходим Корпс Пати и у нас уже четвертая глава. Я еще ничего не понял, конечно, что было в прошлых главах и ни одна глава не заканчивалась, не давая нам ответы, можно сказать, ни на один вопрос. Либо кто-то пропадал, либо кто-то умирал. Эй, куда? Эй, обратно вернись. Так что такие вот дела, не знаю, что будет дальше, сейчас посмотрим, конечно же. Блин, заставка эта гребаная, я ж не хотел, чтобы заставка была. Так, все, погнали, а то я заговорился. Так, ну и что, не продолжим новое. Четвертая глава, осталось две главы и все. И концовка игры. Замечательный. Посмотреть вступление к четвертой главе, конечно, посмотрим. Что ж там, кем мы будем играть, интересно, и что там вообще? Что там будет про... Что это? Сейко? Выходи, Юи, я потру тебе спинку. А, Юи, это вроде это... Сестра Сейко была, да? Да я и сама... А, я и сам мог бы это сделать. Почти, Юи, я не помню, кто это Юи. Ну это вообще что-то. На туалете одна... Один в ванной. Что ты там пытаешься спрятать под руками? В ванной комнате нет никаких секретов. Э, что такое? Блин, на жопу упал. А вот так, вот так вот. Какие-то извращенцы. Что ты делаешь? Что она делает ему? Сюда маленькая писюлька. О боже мой. Прекрати сестренка щек... А, она его щекочет. И вы говорите, что я извращенец после такого, да? Ага, офигеть, поймала. Охренеть, что тут происходит? Начальник. Еще в туалете в каком-то. Ванная комната какая-то у них не очень чистая. Ты тяжело дышит. Блин, почему ты так ведешь себя? Хе-хе-хе-хе-хе. Тяжело дышит, знаешь, сестренка. Иногда ты очень похожа на маму. Правда? Юй, ты такой милый. Я еще думаю, у них инцеста тут не произойдет, потому что все-таки дети смотрят мои видео. Но только не сейчас. О. О боже. Уже задумываешься о чувствах своей сестры? Юй, ты действительно взрослеешь. Бедный парень. Хотя, может, и не бедный даже. Однако ты все еще малыш. Ты слишком молод, чтобы вести себя как взрослый. Перестань беспокоиться обо мне и продолжай быть ребенком. О. Ой, ты что, плачешь? Ты вправду еще дитя. Хе-хе. Хочешь маминого молочка? Хе-хе-хе. Не говори мне такого извращенка. Юй, ты такой хороший, никогда не меняйся. Ладно, надеюсь, ты останешься таким навсегда. Да. Жаль, конечно, что Сейка уже нету. Что она повесилась. Но она была жизнерадостной. Сестренка сегодня задерживается. Мы ведь договаривались устроить сюрприз для папы. Интересно, скоро ли она вернется? Я вот не понимаю. А это дома, наверное, точнее в школе, да, получается, все происходило? Или где? Почему? Ох, нихрена. Чайка врезалась прям в стекло. Что это, из-за тайфуна, что ли? Странная сегодня погода. Мне кажется, это он дома сидит, но почему тут землетрясение? Неужели оно проходит, как бы, по всем местам? Опа. И свет вырубился, как всегда. Мам. Маю-чан. Что, мама, я и так уже опаздываю. Сегодня твой последний день в Академии Кисараги. Повеселись хорошенько с друзьями напоследок. Хорошо? Ну, она повеселилась, да, офигенно. Угу. Прости, пожалуйста, нас из-за работы отца ты вынуждена перевестись. Блин, я не помню, Майю, это ж... Майя, это вот это, которое по стенке расплющило, да? Я не против, все в порядке. Я просил отца, чтобы... Чтобы он не менял место работы. Но он сказал, что с этим ничего не поделаешь. К тому же ты сегодня не возражала. Ну, вот твой отец совсем не дает права выбора своей семье. Думает только о своей работе. Угу, ну я пошла пока. Да, ну это что, неужели мы увидим сейчас историю... Я просто хочу, чтобы папа и мама были вместе. Неужели эта история будет про то, как Майю похитили эти призраки? Я думаю, вряд ли, потому что мы уже... А, ну да, охренеть. А смысл какой? Наверное, между кем-то это переплетется. Возможно. А, где я? Почему рядом никого нет? И почему я плакала? Шигини, сенсей, Шиназаки-сан. Я ведь только что занималась уборкой класса со всеми. Боже, где я вообще нахожусь? Или я не знаю. А вдруг это она не умерла? А вдруг это она через стенку как бы прошла и... Хотя, чье мясо было? Эй, нет, 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 нет. Тяжело дышит. Прекрати, не нужно поддаваться панике, Майю. Сделай глубокий вдох и постарайся подумать о ком-нибудь счастливом гадании. Глубоко дышит. Точно. Заклинание Шиназаки-сан. Благодаря ему навсегда останемся вместе. Ага. Ой, его нет. Нет, я не могу его нигде найти. Мой кусочек бумажной куклы с очага-сан пропал. Ну вот как я и думал, что когда кукла пропадает, ну то есть бумажка эта пропадает, то все, смерть походу будет. Я была так расстроена, что расстанусь с друзьями, но я ведь держала его в руках. Как же так? Что же произошло после этого? Урчание. Живот скрутило. Стресс всегда приводит к расстройству желудка. Я думал, она сейчас хавать захочет. Где это она вообще находится? А вот и призраки, кстати. Без головы и с головой. Я не понимаю, зачем нам только это видеть. Ну, в принципе, наверное, для того, чтобы раскрыть сюжет полностью. Всех. Хи-хи, ха-ха. Раскрыть сюжет всех, как бы, людей, да? Кто они такие? Призраки, ты разве не видишь? Они вошли в эту комнату. Не лезь туда. Может мне стоит взглянуть? Ну вот, походу, вот так вот ее и поймали. Зачем ты туда взглянуть пошла? Я не понимаю. Глава четвертая. Интересно. Сатоши. Блин. О, моя голова, где я? Так, Сатоши, это же тот чувак, да? Который, ну, трус наш. Да. Это главное здание. Проснувшись от одного кошмара, я попал в другой. Черт. А-а-а. Подождите, что за хрень? А где же он был перед этим? Что-то немножко запамятовал. Ладно, давайте сохранимся. Я уже запутался тут. И туда, и туда надо смотреть. И затем, и здесь. Ладно. По крайней мере, мы знаем, что сейчас нужно сделать. Нам нужно найти девочку. Ну, то есть, сестренку нашу. Больше у нас нету заданий. Задач. Во, кстати. Братик. Во, мы слышим ее. Мы слышим крик ее. Неужели это этот козел этот? Блин, маньячина. Да я не могу пропустить. Что за фигня? Юка. Тут еще полчаса постоял бы и сказал бы, что он Юка. В коридоре стоит ужасный запах человеческой плоти. Ну да, это же тут размазало, блин. Так, а ну, давайте попробуем. Ну да, не откроется. Как будто блокирует кто-то с другой стороны. А, возможно, нам надо... Мачидо-кун. Сюда. А, кто это? Кто это? А, я вспомнил. Мы же там застряли в той комнате. Потом перенеслись как бы сюда. Что такое? Прошу, позаботься о Наоми. Она уже на грани. Почему я не могу... Там, вроде клавиатура включена. Думал, почему я не могу пропустить? Кто это? Кто разговаривает со мной? Это голос похож на... На кого? На жопу. Чего это? Я... Блин, где мы попали? Где мы находимся? Что-то комнаты все поменялись. Неужели мы в туалет зайдем? Опа! Наоми! Неужели мы встретились с ней? Эй, с тобой все хорошо. Блин, неуж... Это призрак. А! Наоми. Я чувствую под конец игры я... Оба! Что это? Что за хрень? А, это Наоми бросила телефон еще в первой голове. Это ведь телефон Наоми. А давайте попробуем поднять. А он сам автоматом идет. Ответить? Блин, не знаю. А кто же это может быть? Блин, мне кажется, зря я ответил. Помоги мне. Помоги мне. Вот. Наоми, это ты? Ответь мне, пожалуйста. А, это мама Наоми, походу. Наоми, пожалуйста, дай услышать твой голос. Прошу, скажи хоть слово, это я, твоя мама. Боже, не дай, чтобы с ней... Ну да, то же самое, короче, что и было. Алло, вы меня слышите? Да ни хрена она тебя не слышит. Вот только кто вот это говорит, помоги мне постоянно. Что мне кажется... А! Испугался? Страшно. Что это такое? Ну сколько можно? Так, что ты там делаешь? Я не могу оставить это здесь. А нахрена она тебе? Телефон. Розовый телефончик. Ну ладно, мы взяли. Не знаю, для чего. Может быть, потом мы узнаем, для чего. Так, давайте вверх идем. Но Наоми тут уже не будет. Возможно, мы сейчас Сейко увидим. Так. А ну-ка. Почему тут темно, кстати? А ну-ка, записочка, что тут написано? Туалет. Мужская комната. Ну, это... Бра, мы это знаем. Так, заходи. Что тут у нас? Тут у нас нормально вроде все. Заперто изнутри. Никаких признаков, что там кто-то есть. Не будем другие осматривать. Потому что оно видно и так, что они закрыты. Но вот в этой комнате... Это было не так просто. Кто это? Блин, неужели это призраки, друзья? Ну, блин. Давайте проверим. Я так удивилась. Кто это? Эй, Сейко, я еще не рассказывала. Что? Что? Как только... Она же мертвая. Что за... Кишинума, столкнувшись с Сатоши, дотронулся до его промежности. Кишинума... Это кто? Подождите. Кун. Сатоши. Серьезно? Какой неуклюжий. Это что, пацан с пацаном, что ли, столкнулся? А ну-ка. Вы что? Вы что про меня рассказываете, гадости? Я вам сейчас яички отрежу. То есть, когда я увидела это, то мне сразу захотелось побить Кишинуму. Наумер, ты что, ревнуешь, что ли? Что за хрень тут происходит? Как они могут разговаривать, и она мертвая? Может, нет? Может, да. Сразу после этого они начали ругаться. Классно. Хотелось бы посмотреть. Да. Не на что там смотреть было. Вот значит, как. А я чувствую, что мне бы понравилось. Воркуют, голубки. Парни такие глупые, хотя симпатичные. Мачидо-кун тоже? Кто это говорит? А ну? Эта дверь заперта изнутри. Нет никаких признаков, что там кто-то есть. Но как они тогда говорили? Возможно, это призраки были. Опа. Охренеть. Вот и повесили ее, походу, да? Что за хрень? Такое ощущение, что внутри кабинки кто-то есть. Кто-то умирает там. Но я не могу выбить дверь. А ну? Вот мы увидели Сейка, как она... Наоми, дура, что ты наделала? Да это не могла быть, Наоми. Блин, может помочь ей? Что мне теперь делать? Что мне делать? Найти подставку, попробовать приподнять. Давайте попробуем приподнять. Мне нужно что-то сделать, чтобы ослабить веревку на ее шее. Посадить на плечи, прижать к стенке. Давайте посадим на плечи. Потерпи. Так. По крайней мере, ты сейчас дышишь. Тяжело... А, это Наоми! Что? Как она тут могла оказаться, если тут Сейка была? Хорошо. Теперь она может дышать. Наоми, очнись. Нужно ослабить веревку. Подтянуться к веревке и подняться на ведро. Мне кажется, если я поднимусь на ведро, я могу грохнуться с него. Ну а подтянуться к веревке... Давайте. Подтянемся к веревке. Я ничего не вижу. Получается? Поддерживая Наоми на своих плечах и опустив голову вниз, Сатоши протянул руку и начал слепую возиться с узлами. Так или иначе, ему все же удалось их распутать. Есть! Несмотря на все трудности, Наоми выжила. Есть! Я же так и думал, что сейчас на ведро встанем и подскользнемся, или что-то такое будет. Что-то... Где это мы? А, это мы в кабинке. Наоми, все страшное позади. Дыши. Тяжело дышит. Фух, спасли, отлично. Кашляет, тяжело дышит. Хорошо, дыши спокойно. Просто делай медленные выдохи и вдохи. Блин, хрен поймешь, как они там лежат. Сатоши? Да, это я. Как ты себя чувствуешь? Ты очень напугала меня минуту назад. Плачет. Она, походу, с призраком разговаривала. Что такое? У тебя что-то болит? Нет, блин. Она только что повешена была, а у нее ничего не болит. Дурак. Почему тебя так долго не было? Она обняла его. Тихо, ничто. Да, хренеть. Откуда он знал, что сюда придет? Вообще, чисто случайно мы попали сюда. Что ты... Что со мной? Что я делаю? Так не похоже на тебя. Не нужно извиняться. Надо что-то так ответить, чтобы она... Как бы и не подумала, что мне это противно было. Так не похоже на тебя. Что со мной что-то делаю? Не нужно извиняться. Давайте ответим. Да я не против. А? Тебе незачем извиняться. Эй, как твоя шея? Моя шея? Что-то случилось? Я упала с лестницы, а потом... Когда очнулась, то увидела тебя. А, это вот, что происходило. Она тогда падала с лестницы, но оказывается, она уже тут оказалась и упала с туалета, походу. Когда очнулась, то увидела. Что-то, короче, с нами сделали просто. Так ты ничего не помнишь? Похоже, что нет. После того, как я упала, я слышала странный звук в ноге и подумала, что сломала ее. Это еще в самом первом сезоне было. Но, то есть в голове. Но оказалось, что треснула дощечка, которую Сейка привязала мне на ногу в качестве шины. Шинахара, кажется, я недавно слышал ее голос. Не знаешь, куда она могла пойти? Ага. Знает она. Ей пепец. Сейка? Сейка, она... Что? Она повесилась. Василий-то не... Не обратно. О, она в другой кабинке повесилась. А я что-то перепутал. Это невозможно. Я слышал ее голос. Она говорила со мной несколько минут назад. Сейку. 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 Нужно спустить ее. Я не могу на нее такую смотреть. Да. Вот мы вернулись к первой главе. Аж в четвертой. Вы представьте, что будет в пятой. В пятой, наверное, там говорят... И вы говорили, и многие другие говорили, что там семь концовок разных. Я хочу истинную только концовку. Но, скорее всего, мы увидим и плохих. Не одну. Мы поссорились, потом пошли по разным путям. Я была не права, но гордость не позволила мне тогда признать это. А потом я увидела Сейка уже мертвой. Это, несомненно, моя вина. Я столько гадостей ей наговорила. А теперь я даже извиниться не могу. Науми, успокойся. Это не твоя вина. Ты ведь тоже пыталась повеситься. Скорее всего, это дух какой-то или хрен. Я? Что? Не может быть. Да, она ничего не помнит. Скорее всего, они подвластны духам. И из-за этого они не соображают, что они делают. Я чувствую жгучую боль вокруг шеи. Неужели это правда? Так, значит, ты ничего не помнишь. Что такое? Это за звуки. Похоже, что с Шинахарой произошло то же самое. Думаю, она не осознавала, что делает. Как бы расстроена она не была. Шинахара не из тех, кто быстро сдается. Она никогда не... Она никогда бы осознанно не покончила с собой. Я вот не понимаю, зачем говорить по фамилиям? Вы можете по именам говорить? Хрен поймешь, Кшинахара. Ладно, имена я запомнил еле-еле, но... По фамилиям я и бывает сбиваюсь, кто это. Ты прав, она не могла такого сделать. Наверное... Кстати, после этого я встретила призрака девушки. Примерно такого же возраста, как и мы. Она сказала, что все, кто попадает в эту проклятую школу, постепенно теряют разум. И сходят с ума. Да, это вот та девушка, походу, учительница. Походу, теряют разум? Нет, теряют разум. А я думал, теряют разум. Но это уже... Не касается проклятия. Думаю, что каждый сойдет с ума, если побудет здесь долгое время. Естественно, мы должны как можно скорее покинуть это место. Чем дольше мы будем оставаться здесь, тем больше шансов потерять рассудок. Даже такие волевые люди, как Наоми и Шинахара, оказались в таком ужасном положении. Любой из нас, включая меня, может стать следующим. Нужно убедиться, что никто не остался в одиночестве. Ну, короче, теперь ясно, что нельзя оставаться, короче, по-одиночке, потому что сразу сходишь с ума. Думаю, нам нужно поторопиться найти остальных. Да, кстати, эта девушка сказала, что я была в одном из замкнутых пространств этой школы. И что мы с Сейко были единственными живыми людьми в этом месте. Тогда как ты сюда попался, Тоши? Ну, походу, телепортанулся. Теперь, когда ты упомянула об этом, я заметил, что здесь все немного иначе. Да, здесь немного иначе, потому что такая забота о своих друзьях дает импульсы для симулирования продолжения борьбы. Во! Что она говорила? Это училка. Это поистине благородное чувство. Это как... Как та учительница, когда заботилась о своих детях, она выжила, хотя и ребра переломала. Иди теперь к тем, о ком ты так волнуешься. Короче, то, как те, кто волнуется за своих друзей, и, ну, переживают, только те смогут увидеть себя. Ну, то есть, этих друзей. Наверное, ты уже опоздал. Короче, все ясно теперь, какой... Каким образом мы можем только других найти. Только... Точно, я же встречал призрака этой девушки. После этого я потерял сознание, очнулся совершенно в другом месте. Интересно, кто она? Я не уверен, но, похоже, тебе удалось перескочить в другое пространство. Разные измерения. Первый встречный нами призрак сказал, что если два человека находятся в разных мирах, то они не смогут встретиться. Возможно, он запутал тебя. Кто его знает? А? Что это за... Звуки были? Эй, Сатоши. Кажется, я слышала голос Юки-ча на втором этаже. Так, надо валить быстрее, правда? Мы разделились, когда я потерял ее, да? Она ведь не сможет пробыть здесь одна. Последний раз я ее видел, когда она вышла к переходу между двумя крыльями. Крылья? Что? Крылами или крыльями? Наоми, идем. Хорошо, оставим Сейка и придется нам идти. Ну а что делать, друзья? Нечего больше делать. Шинахара, мне очень жаль. Я хотел бы, чтобы мы вместе отсюда выбрались, но, похоже, это уже невозможно. Пожалуйста, прости нас. Не люблю я, когда кто-то умирает, но... Плачет. Сейку. Так, а где Наоми? Наоми с нами? Эй! Только не обвались! Только не обвались! Ты как? Кашляет. Что такое? Повреждение шеи горла, возможно, значительнее, чем я предполагал. Наверное, ей еще не хватает воздуха. Надо ее положить хотя бы в лазарет, может... Прости, я вдруг почувствовала головокружение и запнулась об собственные ноги. И теперь все кружится. Что происходит? Похоже, она потеряла сознание. Нужно перенести ее в медпункт, чтобы она там смогла отдохнуть. Давай, бери ее. Во пути, думаю, нам никто не должен помешать, потому что это будет не очень хорошо. А, оно в заставке все произойдет. Все? Готово? Так. Лежи, отдыхай. Блин, придется ее оставить одну, ну а что делать? Кажется, теперь она нормально дышит. Думаю, она в порядке. И все. Мне нужно найти Юку, Наоми. Ты останешься отдыхать здесь. Конечно, опасно оставлять тебя в одиночестве. Но я волнуюсь за свою сестру. Я не могу просто сидеть на месте и клянусь, что я вернусь скоро. Я думаю, да, это правильный вариант, но, блин, больше ничего не сделаешь. Но, конечно, хоть бы какой-то ключный... А, подождите, а разве это было открыто? Да, наверное, было. Блин, Наоми, боюсь, что-то с ней произойдет. Тут еще крови нету, кстати? Не, смотрите, еще не было. Хотя тогда, когда мы были с Наоми, кровь была. Бред какой-то, непонятно. Хотя то же самое пространство ее, а не его. А в ее пространстве плакат был красным. Ладно, нам надо, короче, Юку найти. И все. Я не знаю, куда я сейчас идти. Так. Как только я спущусь вниз с этой лестницы, справа я увижу проход ко второму крылу здания. И что? А зачем ты это акцентировал прямо сейчас? Почему ты идешь вправо? Что? А его нету тут. Опа! Коридора нет. А знаете, почему его нет? Потому что это другое пространство. Почему? Почему здесь стоит стена? Можно догадаться. Здесь же был проход в другое здание. Что вообще происходит? Юка, Юка! Ну, чувак, ты же в другом измерении. Ты сам должен знать это. Зачем кому-то издеваться так надо мной? Неужели мы сейчас будем опять играть Юкой? А она не знает, что там маньяк. Что происходит? Кизами! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, как того звали? Кизами или Курасаки? Говорили, что учащиеся начальной школы не продадут их без разрешения родителей. Но я все равно купил себе хомячка всего лишь за 540 центов, что ли? Хе-хе, разве я тебе не говорил? Их жизнь ничего не стоит. А, это те... Этот Курасаги и Кизами, который, ну, зарезал один другого. Но теперь мы видим их детство, походу. Разве я тебе не говорил, их жизнь ничего не стоит. Что? А, ничего. И что же мы будем делать с ними? Посмотри, какой он милый. Хочешь ли его подержать в руках? Эту вонючку ты шутишь? Ха, а что тогда? Есть кое-что поинтереснее. Подобное ни с чем не сравнимо. Конец жизни, потрясающий момент смерти. Сейчас Резак сделает свое дело, хе-хе. Он, походу, с детства еще был таким... Отмороженным. Что, ты совсем сдурел? Смотри, наслаждайся. Хе-хе. Он его, походу, зарезал. Юй, чем ты занимаешься? Ой, старшая сестра Кизами. Ничего особенного. Как это ничего, если я вижу в твоих руках ножек и животное? Я еще ничего не сделал, так что действительно сказал правду, глупая сучка. Охренеть. Какой же остроумный, оказывается. А ты сестра, да? Проглушить бы твою дерзость. Страшно представить, какой ты будешь, когда вырастешь, если ты уже творишь подобные вещи. Кизами, верни мне его. Я сама... Я сам позабочусь о хомячке. До завтра. Вздохнула. Боже мой. И как только он терпит такое. Наконец-то она заткнулась. И почему мне повезло быть самым младшим в семье? А, это был брат его. Ё-моё. Он брата убил. Вот это сучка. Если бы у меня был младший брат, я бы выбил все дерьмо из него. Моя жизнь не была бы такой паршивой, не будь у меня этой святошей сестры, брата тормозом. Какой же он маньячина. А если бы у меня была младшая сестра... Я представляю, что бы ты с младшей сестрой мог сделать. Козёлы, мы за такого падлу просто играем. Как, как, как? Зачем вообще? Ой, Юка ещё орёт. И у него будет шанс убить её, наверное. Что такое? Что случилось? Блин, я боюсь теперь, чтобы этот чёрт ничего не сделал с ней. Что там произошло? Что случилось, Юка-чан? Там... Там всё... Что там такое? Давайте проверим. Там все повесили, что ли? Что это такое? Кто всё это сделал? Или они сами убили себя? Ну вот не знаю. Повеситься они могли и сами. Ну а если бы ножик им всунул, конечно же. Тело, находящее внутри, слишком близко к дверце кабинки. При каждой попытке её открыть, она просто врезается в тело и не открывается. Как же тут воняет. И тут, наверное, да? А, ну давайте все... Сейчас обыщем. На полу рядом с трупом лежит бейджик. Мари Рокухар. Ну а ну-ка. Ничего тут, ни ключа, ничего не будет. Опять бейджик. Так, нихрена нету. Ясно. Так, слизью какой-то. Ну? Выйти ты можешь? Что такое? Здесь так много оборвалось жизни. Ха-ха. Он безумный. Он маньяк. Блин. Как же я за Юку переживаю. Чтоб с ней ничего не было. Он орёт так. Что произошло? Он просто вышел. Что с ним такое? Он идиот какой-то. Фу. Придурок. Юка-чан, похоже, здесь ты сможешь пописать. А, здесь ты не сможешь пописать. Сах. Тогда? А где же ты сможешь? Да посы он куда-нибудь. На рожу ему, на ссы. Ладно, пойдём найдём другое место. Моя младшая сестра. Ха-ха-ха. А, это он сейчас, типа, с ней, да? Захочет что-то такое сделать. Не, ну, друзья, ну, в такой игре, ладно, там, кривой человек, да, вот эти все наши игры. Но такой сюжет, прям, такой замудренный. Это очень интересно. Как же здесь холодно, Аюми? Куда же ушли Юи Сенсей и Кишину Макун? Юми, 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 блин, забыл. Кем она является? Не оставляйте мне одну, мне очень страшно. Так, что случилось? Может, они вернулись в класс 1А? Да, возможно, кстати, такое. Потому что я не могу долго оставаться во втором крыле здания. Я больше не вытерплю эту головную боль. Давай тогда обратно. Блин, ну это четвёртая глава, это вообще просто жесть. То одним играем, то другим. То там историю видели, то там. Знаете, всё это мне напоминает Walking Dead. Но DLC именно. Да, потому что там тоже было ничего не ясно. Причём, жёстко ничего не ясно. Хватит. Нас убил учитель. И вот хрен поймёшь, тут проклятие, тут маньяк есть. О! Девушка в красном, может это она и есть? Сейчас Аюми ещё наложит тут делов. Это девочка. Не причастна к смерти Сизумото-сану. В отличие от остальных, она всегда одна. Но почему? Я уже запудрил все мозги. Прошёл ещё один обычный день. Если вы живы сейчас, то я надеюсь, что вы всё-таки сможете не умереть в этом месте. Если я не ошибаюсь, завтра дежурной должна быть Тачибана. Я хочу... Тачибан, ну видно. Я хочу вернуться в класс, я не могу смириться с мыслью, что никогда не попаду туда. Клянусь, что стану бережно относиться к учёбе. Так, давайте проверим. Ой, что это у неё на... 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 На сраке. Так, типа... Сей... Сей... Сейка Танака. Это не та сейка, не? А, нет, там у неё фамилия другая была. Что у неё на заднице? У неё что? Тампон протёк, что ли? Так, сохранится обязательно. Сколько мы уже прошли, это жесть. Я не понимаю, конечно, что происходит. Опять этот синий... Да, нам надо в класс 1А. А ну, давайте подойдём, просто поговорим. Если вы нашли записку на стене или на полу, то попробуйте исследовать её. Если считаете, что эта информация может вам помочь. Никогда не сдавайтесь. Да, в этой игре никогда нельзя сдаваться. Но читать записки надо. Поздравляем вас с прибытием. Передаём... Мы с нетерпением будем ждать вашей смерти. И как только вы все погибнете, вы снова сможете встретиться друг с другом. И после этого все повторятся заново. Этот кошмар не прекращается. Он повторяется снова и снова. Ой-ой! Кто это? Тело ученика средней школы. Такое ощущение, что он умер совсем недавно. Несколько часов, минут или даже секунд назад. Ясуки маебана. Блин, я... Я... У меня такое чувство, как будто бы я сейчас проматерился просто. Маебана. Ясуки. Да, ну именно, конечно, жить. Для них, наверное, такие же и наши смешные. Пустое ржавое ведро. Значит, она еще не подписывала. Так, ну вот класс 1. А, вот я вернулся. Не знаю, стоило ли это сейчас сделать или нет. Начальная школа. Это все одно и то же. Так. Тут кто-то написал. Я помню, никто еще не ответил. Интересно, видел ли кто-нибудь это, да? А, мою... А, вспомнил. Это же мы вместе ходили. Да, там учительница, всякое такое. А ну-ка, давайте пройдем сюда. Может мы к учительнице сейчас еще придем. Опа, кто-то... Два мертвых тут. Я рад, что перед смертью мы могли встретиться. Мы вместе отправились в это путешествие, держась за руки. Пока мы рядом с друг другом, нам нечего бояться. Теперь мы знаем, в чем заключается смысл нашей жизни. Нам посчастливилось найти друг друга среди стольких людей в этом мире. Похоже, что это были влюбленные. Чтобы наши родители не переживали, скажите им, что мы умерли счастливыми, не жалея ни о чем. И когда, наконец, мы умрем, покинув этот мир, чувство голода больше не будет нас мучать. Мы отправимся на небо, где будем счастливы. Нам жаль, конечно, что наша смерть вызовет у вас сожаление. Но ведь мы обязаны когда-нибудь встретиться там, на небесах. Так, ясно. Я уж подумал, что это Наоми и Сатоши наш. Они что же, ну, вдруг они полюбят друг друга, ну, и как-то, знаете, умрут вместе. Ну, блин, это было бы тоже плохо. Идиоты, отсюда нельзя попасть на небеса. Охренеть. Классно. Адобили. Так, ну, похоже, они подкигли вместе. Их скелеты держатся за руки даже сейчас. Это, конечно, очень трогательно. Но, знаете, умирать вместе как-то пока не хочется. Рычаг застрял, он не поворачивается. У механизма еще остался промежуток для поворота рычага. Но он заблокирован. Низу есть маленькое отверстие в виде замужной скважины. Скорее всего, что-то сюда потом мы воткнем. Так, давайте выбираться потихонечку. Тут ничего у нас нету там, да? Ладно, пойдемте учительницу проведаем. Может, она там еще живая? Хотя что-то мне как-то скажется. Что такое? Она упала. Кстати, тут был пролом, а сейчас его нету. Больно. Неужели ты тоже ногу повредила? Рука Юми при падении опустилась прямо в кучу битого стекла. Раздавившиеся лампочки. Когда между указательными и большими пальцами правой руки оказалась... ...сильно порезанной. Ого, как больно. Сильное кровотечение. Надеюсь, платок сможет остановить его. А у нас есть платок? Точно, я ведь только вчера узнала о своей аномии. Голова начинает кружиться, это нехорошо. Нужно на время пристись отдохнуть. Ясно. Сейчас мы узнаем, что у нее есть аномия. Это плохо. И где мы сядем? Давайте тут сядем, наверное. Сохраниться бы где-нибудь. Блин, ладно, хотя... Так, давайте тут сохранимся на отдельный файл. Тут у нас как раз пустое место. Кстати, не тут случайно учительницу нашу придаюла шкафом или дальше. Полка забита старыми уже пожелтевшими книгами со странными названиями. Одна из книг выдвинута вперед. Словно, сама напрашивается на прочтение. Кругосветное путешествие в древнем мире. Прочитать? Давай, ладно, прочитаем. Основные направления должны быть по вертикальной горизонтальной линии. Четвертой части круга нужно разделить еще на три. Мне кажется, загадка какая-то будет. Как на разметке часов. Крыса означает север. Остальное животное китайского календаря обозначается по порядку. По часовой стрелке этого компаса. Крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овен, обезьяна. Да. Короче, нам все тут объясняется. Для большего запоминания... Запоминание нужно приравнять животное со значением времени. Например, крыса, которая обозначает север 12 часов. Восток это кролик. Запад петух. Это основа круга светного плавания в древнем мире. Короче, пока что я просто прочитаю. Пока не будем мы сильно там... Ну, там, запоминать. Потому что... Скоро серия будет подходить к концу. Главные новости о серии похищения. Нет, давайте не будем читать нахрен. Мы уже читали. Хотя... Блин, ладно. За последний месяц в городе пропало без вести нескольких детей. Власти бросили все силы на расследование. Теперь следователи наконец установили местонахождение пропавших детей. Результаты оказались сплочены. Но мы это читали уже, опять же. Опять же, это мы все читаем. Так, ножницы. Каждый был друг, а удален язык. Ого. После этого запись обрывается. Не могу найти. Да. Короче, мы это уже все видели и все читали. Давайте поднимемся на второй этаж. Посмотрим, что там есть. Ага, подождите. Хотя давайте тут еще пройдем. Тут же где-то учительница... А, да, она была в этой... В этой... В этой комнате. Но ее сейчас нету почему-то. Ну, ладно. Давайте тогда сюда. Пораверим. Опа. Нас что-то не пускает. Что за хрень? Ладно, если нас не пускает, давайте обратно. Мы там очень много мест не нашли. Сейчас их обследуем. Я думаю, не стоит, наверное, заходить сюда, да? Или стоит? А ну-ка, тут какая-то записка лежит. На полу лежит смятая записка. Я кое-что узнал. Дети тоже являются жертвами. Они ни в чем не виновны. Но они не такие, какими мы сейчас их видим. Наш настоящий враг это убийца, который создал этот мир и обиды жестокости. А, да, конечно. Но я все равно не понимаю. Я не понимаю, кто за этим всем стоит. Проклятие, убийца. Что это за... Что за хрень? Тут какое-то, видите, как разделение. Как будто бы трещина в полу. Ладно. Кто убил этого чувака? Неужели там кто-то еще есть? Представьте, там еще директор будет. Так, ладно, давайте вверх проверим. О-о-о-о, кто это? Кажется, она умерла совсем недавно. Юма Мисаки. Рядом лежит листок бумаги. Похоже, Юма очень далеко отсюда. Я больше не знаю, куда пойти. Думаю, это конец. Моя одноклассница, Томо Мизуки, перелезла через забор и убежала в лес. Прошло уже три дня, как она... А она еще сегодня вернулась. Короче, это... Девочка, вот эта без головы, которой призрак был, я так думаю. Но все это время я пыталась скрыться от преследования призрака девочки, у которой отсутствует часть головы, выше подбородка. Я повернула ногу и упала прямо на стекло, получив серьезные раны. Теперь я не могу больше бегать. Где бы я ни находилась, посюду слышится звук щелкающих ножниц. Чик-чик. Даже не могу сказать, мерещится ли мне это или нет. Я начинаю думать о смерти, ведь когда я умру, то я смогу наконец отдохнуть. Может, я смогу отрезать голову, так же, как она? Охренеть! Вот она себе и отрезала голову, я так понял. Так, ладно, друзья, наверное... Сейчас на этом мы, наверное, заканчиваем. Больно, мне очень больно. Даже после смерти боль никогда не прекращается. Ну да, это она уже говорила. Так, ну, друзья, ну что, мы уже немножко подрастянули. И на этом мы, наверное, эту серию закончим, потому что тут еще ничего не ясно. И все дальше мы будем проходить и проходить. Ну и если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Так что, с вами был BloodLinus. Всем пока. Скоро новая серия. Всем пока-пока. Удачи.